Мария Метлицкая Беспокойная жизнь одинокой женщины Сборник Всё как обычно В три часа ночи я встала, тихо выползла из спальни, прокралась в кухню и открыла холодильник. Задумалась и съела кусок селёдки. Вот так. Представить страшно. А сделать? Ещё минут сорок мучила совесть, но потом угомонилась, и она вместе со мной. Проснулась с нытьём в правом боку и в паршивом настроении. И по делам пиши жалобу на себя. За окном январь, полное отсутствие снега и солнца, гнусная грязь и низкое тяжёлое серое небо, мелкие моросящие и колючие, словно ноябрьский дождь. С действительностью примирили чашка кофе и сигарета. Написала список дел на день. Что поделаешь? Такая привычка? Фиксировать. По мере исполнения вычёркиваю. Чем больше зачёркнутых пунктов, тем больше я нравлюсь себе. Раздаётся звонок. Сын. Голос тревожный. Началось в деревне утро. Мам, у нас ягодичное предлежание. Так, ничего хорошего. До рода в четыре недели. Набираю побольше воздуха и говорю безмятежным и бодрым голосом. Точно как было с тобой. Ты перевернулся на тридцать девятой неделе. Веселюсь, хотя знаю, что такое бывает. Ох, как нечасто. Да, ещё сомневается сын, но голос чуть веселее. Конечно, вдохновенно продолжаю я. Обычное дело. Перевернётся. Куда денется? Ну ладно, я работаю. Обрывает он и кладёт трубку. Можно подумать, это я ему позвонила и сильно отвлекла от важных дел. Кладу трубку и лихорадочно начинаю искать Светкин телефон. Мой медицинский авторитет в семье по-прежнему непререкаем, но всё же Светка, оперирующая гинеколог. Она в разделе «Ценные люди» и точно относится именно к ним. Её долго ищут по отделению, и, наконец, я слышу её хрепловатый голос. «У меня проблемы», – жалобно блею я. «У тебя?» – удивляется Светка. А я думала, что они ушли под ручку с климаксом. Острит. «Нет, не у меня лично, а у Анечки. Анечка – это невестка», – напоминаю я. «Помню», – резко обрывает Светка. «Я продолжаю. Ягодичное предлежание, срок 38 недель. Я думаю, может, ещё перевернётся. С надеждой почти заигрываю я со строгой Светкой». «Ты думаешь?» – закипает Светка. «Ну да, я же забыла, что главный врач у нас ты». Я всё проглатываю. Но не может Светка простить мне измену профессии. До третьего курса мы учились в одной группе, а потом я бросила институт и перевернула всю свою жизнь. Но, в конце концов, эта Светка нам всем нужна, а не мы ей. Нас у неё огромные тучи, и все с проблемами. От своих проблем устаёшь, а тут чужие. «Посмотришь, Анечку?» – подобострастно спрашиваю я. «А куда я денусь с подводной лодки?» – тяжело вздыхает Светка. «Завтра в 8.00». С этими словами она кладёт трубку. Сурово. Но я совсем не обижаюсь и с удивлением, и тихой радостью обнаруживаю в себе не только нажитые с годами хронические болезни, но и приобретённые чудесные качества характера. Терпимость, например. «Бедная Анечка, – думаю я, – ей сейчас и так тяжело, а завтра ещё вставать в 6 и ехать на другой конец Москвы. Я жалею Анечку, и моё сердце утопает в нежности. Это от того, что я её искренне люблю. Да-да, свою невестку Анечку. Бывает и так. Собственно, к жене сына у меня два требования. Хотя что там требования? Назовём это пожеланиями. Первое, чтобы она любила моего ребёнка, и второе, чтобы не была клинической идиоткой. И тому, и другому Анечка соответствует с блеском. Её способность находить компромисс меня потрясает. Моему сыну она прощает все его выпады и сглаживает острые углы. Я вижу, как она смотрит на него, держит его за руку и проверяет, надел ли он тёплые носки. К тому же у неё золотая школьная медаль, красный институтский диплом, быстрый карьерный рост и внешность белокурова ангела. Какое мне дело до того, что она не варит борщ и не печёт пироги? — Какая ты у нас умница, — говорю я ей. Искренне, кстати, — говорю. — Вы ко мне так снисходительны, — вздыхает Анечка. А меня в этот момент распирает от гордости. Боже, как я мудра. И мы обе остаёмся довольны собой и друг другом. Снова звонок. Муж. — У меня под языком валидол, — сообщает он. Это означает, у меня ноет сердце, настроение говённое, и ты должна немедленно среагировать на всё это. Сигнал к тому, что надо начинать тревожиться, сочувствовать и вообще быть в курсе. Иначе всё бессмысленно, и болеть ему неинтересно. Так ему легче. А мне? Ну кто же думает обо мне? И я немедленно реагирую, с тревоженным голосом задаю чёткие и конкретные вопросы, где болит, давно ли, характер боли, тупая, острая, давящая. Пусть Светка не смеётся. Три курса мединститута что-то дозначит. И в семье я действительно главный врач. Муж на мои вопросы раздражается. Позвонил-то он не для этого, но всё же я чувствую, что ему становится легче. Так всегда, когда кто-то разделяет твою проблему, знаю по себе. Я ещё что-то озабоченно советую, но он уже говорит, что я его отвлекаю. Я его. Вот так-то. Понятно? Отбой. Я смотрю на свой список и, вздыхая, начинаю его исполнять. Чищу картошку, отбиваю мясо, отвариваю яйца для салата, вытираю пыль, начинаю танцы с пылесосом. Моя ежедневная гимнастика. Есть такие дураки, что пылесосят каждый день. Я из них. Но вообще-то у меня собака и кошка. И обе пушистые. Одновременно я включаю стиралку и посудомойку моих верных, а главное, молчаливых помощниц. Тут я вспоминаю, что Наташка уже третий день не звонит. Хотя для неё это не срок. Наташка – это дочь. Одновременно дочь и стерва. Почему стерва? Потому что хочет – звонит. Не хочет – не звонит. Мы её мало интересуем. В общем, живёт своей жизнью. Полная противоположность брату. Я с этим почти смирилась, правда, не до конца. Сейчас я особенно резко это почувствовала. Понимаю, что больше не в силах выдерживать характер, теряя уважение к себе, но всё же набираю номер её мобильника. Она отвечает на шестой звонок. Я хорошо представляю дочь в эту минуту. Она беззаботно крутит руль, мурлыкая под нос какую-то песенку и косится на определитель, рассуждая при этом, стоит ли ей брать трубку, если это я. Потом я слышу её протяжное, утомлённое «Аллоу?» «Ты стерва!» – сообщаю ей, уверенно, я и напоминаю. «У тебя есть мать!» Она капризно и нараспев произносит. «У меня плохое настроение». Это такое у неё серьёзное оправдание. «Что-то с Юрой?» – пугаюсь я. «Что с Юрой?» – напрягается дочь. «С Юрой всё как всегда. Мои присутственные дни в его жизни – вторник и четверг. Ничего нового». Дело в том, что Юра женат, и даже более того, у него годовалый ребёнок. Наташке он сразу объявил, что любовь любовью, а семью он не бросит никогда. Хотя никогда не говори «никогда». Мы-то это знаем, а он, видимо, ещё нет, в силу молодого возраста. Я же говорю. «Приличный человек!» Это я, Юрий. «А ты могла бы хоть раз подумать обо мне?» – справедливо возмущается Наташка. «Я-то страдаю. Ты же моя мать, а не его тёща!» В логике ей не откажешь. «Лучше бы ты не страдала, а устроилась на нормальную работу. Начинаю я свою песню, хотя понимаю, что этот наезд не в мою пользу. Ты позвонила, чтобы устроить скандал?» – холодно осведомляется дочь. Она уже обиделась. «Вся в своего отца. С ними непросто. А со мной?» Я беру себя в руки, в конце концов, это мой ребёнок. Ему сейчас плохо, правда, её проблемы, честно говоря, кажутся мне надуманными. «С Юрой давно пора расставаться. Как говорится, невеста-то просватана, да и к тому же грудной ребёнок. Конечно, этот молодой человек хорош собой, умён, остроумен, щедр и много зарабатывает. Но, в принципе, это должно радовать не нас, а его жену. Кроме того, их путь к совместному счастью слишком тернист, да и плохо пахнет. Можно найти что-нибудь попроще. Наташке уже двадцать пять. И вообще-то пора замуж. В общем, всё как обычно. Сначала я обижаюсь на дочь, а потом она на меня. Так мы и живём. Когда заедешь, я соскучилась, кидаю я спасательный круг. Позвоню, бросает Наташка. Всё, отбой. Позвонишь ты, как же. Опять дней через пять. Ворчу я и ставлю варить овощи на винегрет. Господи, идиотская привычка. Два первых, три вторых, как говорит моя мама. Утрируют, конечно, но в целом в сказке был раб лампы, а я точно раб кухни. Дети уже живут отдельно, а привычка кашеварить, как на Маланьину свадьбу, увы, осталась. А вдруг кто-нибудь из них заедет поужинать? Не вдруг и не заедет. У них дел по горло. И мои винегреты и борщи их не очень-то волнуют. А если и заедут, то я буду сладострастно мечтать, как всё это я рассую по банкам и контейнерам им с собой. Знаю, что они сначала предложат мне не париться, потом начнут орать и ничего с собой не возьмут. Дураки. Я бы взяла. Опять звонок. Мама. Она снова не спала и маялась всю ночь. Мысли, говорит она, отключать не получается. Это у нас семейная. Обсуждаем с ней прочитанное за ночь. Почти на всё мнения совпадают, только она более доброжелательна и наивна. Рассказываю ей про детей и мужа, естественно, в облегчённом варианте. Поливать собственных детей и родного мужа неохота даже с мамой. Это моя личная прерогатива. Только я могу это делать в любом объёме. Остальные не ни. Не бабушки, не отцы. Подруги этого и так не делают. Они у меня умные. Мама подробно выспрашивает, как у нас дела. Как будто не знает. Всё одно и то же. Тьфу-тьфу, слава богу. Но ей интересны подробности. Ты работаешь, спрашивает она. Когда? Возмущаюсь я и слегка обижаюсь. Это вообще моя любимая тема. О том, что работать мне некогда. Хотя, если признаться, эту жизнь я делаю себе сама. Наверное, для меня всё же первично другое. В смысле быть женой и матерью. Хотя все считают, что писать – это моё главное и основное занятие. Все считают, но никто не считается.